добрый день дорогие друзья мир вашем доме рада вас встретить на нашем канале сегодня мы готовим кабоб лазат я его буду жарить и томит на собственном соку но еще одно маленький маленький секрет есть я вам дальше покажу вот такими кусками режется в этом кебабе мясо вот такими кусками лазат кабоб чтобы вкусно был да немножко такой костяной около грудинка вот это весь смог он даст вот это косточки мы его тоже вот так вот такими кусочками виды как прекрасно мясо подобранных для таких блюд и марк он когда обжариваться потом томится вода здесь есть такой смак вот именно за это его добавляется я вас уверяю заранее это не первый раз приготовлены это блюдо она уже практиковался много-много лет не думает это постоянно одно тоже показан кабоб там или там рагу или хашлама или сырни ну знаете сколько способ вес мяса приготовить в казане самое главное да здесь тоже я вам хотел сказать да здесь лук перец то то ничего не идет когда мы наш мясо лих легкой обжарочка дадим дадим да когда уже его там и будем до обязательно туда надо заварка заварка маша это правда это есть это есть такая как сказать способ технология приготовления я помню свой детстве еще маленький был мы ездили наши родственники самарканды куда хроли вали туда ездили а моя дядя тетя там живут они приготавливали да я смотрю сюда дальний чайник дай мне чайник раз добавим в это жареное мясо когда там это я тогда думал чем они чай добавлять такой это есть окажется вот таким способом до мяса такой вкус будет марат сам сейчас увидишь весна вот карантин витамины то все вот они тут вот здесь тут все здесь есть двух словах я коротко скажу вот это я овощи почищу и буду ломтиками кубиками подельности обжариваю обжариваю ну получен что быстрее жарится первые постепенно постепенно потом раз сказано мы берем вот это мясо своим соку и туда и туда пойдет 2 секунд загорится сухой травешка у меня это бумажка то есть сюда и да и все здорово еще чего хочу сказать друзья вот спрашивать как казана выбрать как какой должен казан должен быть если чугунная лучше этого нету лучше чугунного казана ничего нет например вот это когда новый я покупал новый покупал его хорошенько надо обкатывать если попроще сказать накалил потом соль потом масло все обжигал потом переворачивался внутри обжигал ну придется чуть-чуть потрудит тогда у вас казан получится да никогда не прилепится и при прожаривать отлично хороший очаг моментально давать его за полтора минута беру масло наливаю и немножко такого масла дам вот такой оливочка и подсолнечный у меня есть с милой рахмур ну тут у меня много много мяса на рва раз пожарили и как запечатывается если хорошо нагрето масло казан хорошо нагреет моментально его запечатывается очень простой способ ну очень-очень вкусно дома нас ждут наши близкие сделаем на 20 не побольше туда идет до мараджона и час у меня домой будет моей кушать ужин вернее вот видите как обжариваю я посмотрю что у меня там огонь как прет выйти какой огонь надо огонь хороший ну я уменьшаю чуть-чуть тяга вот так а сейчас надо на два раза казан был везде доступно был контакт когда вы готовите на огне наказание это далеко от плиту далеко ребята я вам говорю это проверено его дать сам сам вот это дрова внизу горит да он уже дает какой-то особый вкус когда на очаге это совсем другой тепло отдачи с костра все это час мяса мы забираем сюда аккуратно аккуратненько мы его запечатывали легкой корочка дали и теперь следующее с половиной мяса сейчас еще мы его еще так так же самый а потом соединяем помить будем там следующий партнер вот это настоящая лаза а вот глаза только так готовится только вот так дело не то другой и не может быть лаза это смокота вкуснятина это вот так это слова перевожу 3 это обжарится постепенно уже уменьшаем дальше огня смотри какая у него только верхнюю корочка чуть-чуть прожарили а дальше там нет долго время час может на 45 минут на маленькой огне хочу не хочу он должен томиться вот это морожен вот это грудинка вот это косточки должен сам сам оттуда отойти но при этом мясо не должен быть тушенка лаза никак это не тушенка не переваривается он должен быть таким откусил почувствовал откусил почувствует как говорится да хорошее мясо надо пожевать ну не то как жевачка но он должен быть ну ни в коем случае как тушеный напрочь друзья морожен это сюда и берем закрываем еще тяга потому что уже высокая огня не надо сейчас пронесу сюда то что я вам сказал здесь самое то что главное заварка заварный чай но это даст совсем другой вкус кто сделает такое блюдо да кто пробует потом скажет вот какой тут начало я дал ну штук пять такой вот уже мне 25 минут 20 минут вот так обжарка делал по частям теперь вот один маленький брусочек кинул хочу не хочу на маленький и вот такой огонь надо здесь висок уже больше не надо и закрываю вот у меня минимальный если вот так сейчас у меня как паровоз пошла звук видишь сразу что говорится это высота казана топка правильно сделана вот что закрываю чуть-чуть вот так тут на бегом не получается на быстро вот так надо большими кусками на маленькие на маленькие будем томить его так нажму вот у меня чай заварился ну сколько тут марат вот сам скажи сколько ну грамм 300 да даже меньше все тут больше ничего абсолютно не надо закрываю закрываю иногда в течение сорока минут может часик подойти посмотреть если надо таки маленечко поленочку подкинем вот таким способом томить сейчас будем вот мараджон прошел 50 минут вот открою что тут делался вот это наш лазат хобоб видишь как за 50 минут в своем соку вот она приготовленная дальше он тушенка будет он уже вот видит вот вот первый контроль вот косточка отделяется от этого грудинку все что мы делаем я его в сторону делаю в сторону уберу сюда ставлю сач для этого прекрасных лазат хобоб надо еще гарнир она очень сочетается со свежим овощами мы сейчас его делаем прожарим приготовим для его вкуснейший овощной гарнир мы все резали подготовили здесь надо сейчас постепенно вот это основной баклажан кабачок лук надо прожарить остальные слегка прожарить сач сач лук чистенько беру сюда вот она сюда вот сюда есть есть теперь нам надо большой огонь хороший огонь вот вот так установили сач как доктор прописал когда мы заказывали очаг казан учетом диаметром убрали что у нас подходящий размер отлично здесь надо нагревать его чтобы хороший жар пошла пошла вот так нальем масло видите как надо греть хорошо греть с первых как сказал баклажан баклажаны они любят масло здесь надо не отходить от сажи может подгореть этого мы не хотим вид как масло берет добавим еще немножечко вот так вот такой звенит как это что говорится это накаленная то есть обработка этот металл прошел звенит если такой глухо звенит его часто надо перемешивать потому что не сгорел то есть не пережарился надо часто часто постоянно перемешивать сейчас соль не дадим почему соль дадим когда все наши овощи обжарятся а потом мы его посолим если вы солили да много много сок выделялся бы так все сочиненько с собой сюда 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 вот сняли наши окважаны и вот так я делаю чтобы лишнее масло убрать сейчас он заберет лишнего вот так следующий этап идет у нас кабачки кабачки ну здесь чуть дольше надо это не так как баклажан это чуть-чуть плоды кабачки потвердее чем баклажаны поэтому может минут 8 поджарить надо его уже другой аромат совсем другой аромат и каждый овощ свой вкус свой запах свой аромат поэтому мы стараемся все постепенно по очереди ничего не подгорает все витамины сохраняется поэтому начало когда именно вот такие овощи вы жарите или печете не давать соль это что говорит это говорит потерю его сок поэтому не дается здесь беру второй этаж марат но мне надо все постепенно поэтому я чтобы от баклажаны чтобы не перемешался тот самый фокус на салфетку так снимаем закрывает тоже лишнего масла удалю даю оливочку вот так тут уже много не надо вот вот такой бьет у нас лук репчатый это цибулечка сейчас прожарим золотистого легкий легкая прожарка даем теперь же наши болгарский перец помидорчики пока нет потому что это помидоры очень спелы их нельзя пережаривать слегка обжарить и все первое быстро а это надо чуть-чуть умеренно он начинает сейчас показать чуть-чуть вот такая вот видишь начинается прожарочка со всех сторон пошли помидорчики вкусные помидорчики вот вот это аромат то что нужен был пришло время чеснока вот так не надо его как-то там что-то там все просто вот щенкованно он он дружится именно кабачок баклажаны вот это овощи жареным да он отличный тут достаточно всего свой аромат тут специи поэтому не нужен чеснок почему концу дается если чеснок перегорит или пережарится он испортит ни в коем случае жареный чеснока еще наверное не пробовал есть блюдо которое чеснок пережаривается он его просто возьмет и испортит вот и все натуральный такой остренько такой будет легкого острота будет пошел вот куда это хватит о беру первый вот это наши кабачки пошли о еще одно аккуратно чтобы не попал в эти отлично беру чесночка даю вот так прошло время посолить вкусный аромат уже закрою всего лишь на 5 минут вот прошел еще пара минут наши овощи готовы открываем о о его 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 как пахнет вкусно вот наши овощи готова зелень сюда свежего зелень это всегда он еще разыграет аппетит дальше дальше это уже идет нам домой мы его закрываем сюда сам казан исходное вот наше мясо смотрите как вот так видите как легко легко отломается мясо вот это свой мясной сок смотри как прекрасно приготовился вот немножечко свежего лучка и еще зеленчик дадим вот смотрите вот так приготовился наше прекрасно мясо это называется настоящий настоящий от души во-первых настоящий назад видишь как от косточка отходит но при этом он не разваливается я беру аккуратненько туда и это накрою фольгой это одному идет еще другие другим нашим близким чтобы красота по краям еще посыплю чтобы не только вкус еще внешне тоже роль играет вот желаю чтобы в каждом доме был мир благополучие и всего самое-самое наилучшего будьте крепкий до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч